Друзья, приветствуем вас в нашем новом проекте. Я Виктория Никитинашин. Я Юлия Белоусова. Хотим ответить на те вопросы, которые касаются взаимоотношений. Они приходят к нам на телеканал. И я как пастор уже больше 20 лет часто встречаюсь с теми сложными вопросами, которые имеют особенно женщины. Поэтому мы сегодня все вместе попытаемся ответить на эти вопросы. Семья на грани распада. Нуждаюсь в молитве за мою семью. Муж признался, что изменяет мне, что связь у него уже давно. Мы оба в служении в церкви, у нас дети. Я на него сейчас даже смотреть не могу. Не знаю, что мне делать, что сказать в церкви. В сослужении меня, наверное, снимут. Как мудро объяснить детям, что происходит, чтобы впоследствии у них не возникла ненависти к отцу? Вот такие вопросы. Я вообще хочу такой красной нитью выделить все-таки Божье слово, что Бог никогда не дает страданий, которые мы не можем перенести. Нет таких испытаний и искушений, которые мы не могли бы перенести. Мне кажется, что любую даже большую, самую сложную ситуацию запущенную, ее можно разделить на части и решать с Божьей помощью. Просто это зависит от того, что сегодня данная женщина хочет в своей жизни. Если вы любите своего мужа, и вы хотите, чтобы он был отцом ваших детей и был вашим мужем, но не сейчас, а может быть впоследствии, то, конечно, у вас будет один такой курс поведения. Значит, вам нужно молиться, вам нужно, естественно, подумать, как вы выглядите, какие были отношения, может быть, заняться спортом, может быть, как-то изменить прическу, потому что, ну, физиологические наши моменты тоже много значат. Может быть, стать женщиной, с которой интересно, может быть, вы так погрузились в хозяйство, что вы, кроме как там, выпечка пончиков и жаренье курицы, вообще уже ни о чем не говорите. Даже если вы в служении, понимаете, я не думаю, что мужчине интересно все время разговоры про служение, и про молитву, и про слово, понимаете. Жизнь, она, у нее много всяких сфер, и, может быть, подумать о том, чтобы в этих вот таких моментах тоже как-то, знаете, поменять себя, вот в этом вопрос. И, конечно, если вы решили бороться, значит, нужно пользоваться всеми инструментами, которые возможны, и душеповечение, и молитва, и вот всевозможные виды консультирования, и вы там пишете, как мне сказать об этом церкви. Вы понимаете, на вас-то нет вины, вы абсолютно чистое, святое создание, освященное Богом, понимаете. Вы данный в тот момент, которым вы пишете, вы греха не делаете, поэтому у вас не должно быть стыда за своего мужа. Он должен отвечать перед Господом и перед своей общиной, в которой он там ходит или ходил. Вы тот человек, который и сегодня являетесь все-таки отдельной личностью, потому что муж и жена, они, ну, написано «одна плоть», но в духе-то мы две, два разных духа, да, мы духовные личности совершенно отдельные. Поэтому вот эту одежду стыда надо снять. И надо просто понять и объяснить себе и другим, и своим детям, что мы проходим сложную ситуацию. Да, она случилась, никто это не отрицает, но мы ее проходим с достоинством, мы понимаем, что победа, она за Господом, что главное, чтобы вот эта атмосфера надежды никогда не уходила из вашей семьи, из вашего сердца. Потому что, потеряв надежду, вы потеряете самое главное, вы потеряете ту личность, которая вот присоединена ко Христу. Христос же дает надежду нам. И пока она теплится, пока она горит, она возгревает и веру, и, соответственно, дает возможность любви действовать, да, делать дела по отношению к своему мужу. Второй вариант, если вы уже решили расстаться, и вам это пишите неприятно, противно, и вы приняли решение, все, прекратить эти отношения, то понятно, что расклад будет совершенно другой. Детям надо объяснить, что папа остается папой. Мужчину, отца детей надо уважать, и в Библии написано, чтобы дети почитали своих родителей. Никогда нельзя говорить о отце родителей или матери родителей что-то плохое, потому что это закладывает бомбу в их родовое наследие. Надо понимать, что люди ошибаются. Конечно, Бог же всегда разделяет личность и грех. Понимаете, вот личность, она хорошая. То, что личность делает, это плохо. И дети должны понимать, что папа остается их отцом, и даже если он делает какие-то там те вещи, которые не соответствуют Писанию. Поэтому с детьми надо говорить мягко и не передавать тот гнев, который есть у вас в сердце. А вам, значит, нужны, опять же, при совете, как Виктория очень мудро сказала, обязательно должен быть совет. Ваше предприятие, оно большое предприятие, потому что уходить, разводиться, это прям целое предприятие, это перемена жизни. Это всё нужно делать при совете. Да, ну вот здесь очень важно, действительно, чтобы церковь была церковью взаимоотношениями. И мы, конечно, строим взаимоотношения как внутри семьи, так и с людьми, которым мы доверяем нашей жизни. Поэтому не должно быть страха. То есть если у вас есть страх, и вы знаете, что лидеры вас осудят, может быть, на самом деле, вы что-то неправильно в вашей церкви. Не надо объявлять перед всем собранием. Вам нужно встретиться с, может быть, с супругой пастора, с старшим пастором, с теми, с кем вы находитесь в доверительных взаимоотношениях, и поделиться тем, что произошло в вашей семье, то, что является вашим шоком и процессом переживания. Вот Юля очень наметила как раз два вектора, как вы можете либо созидать семью, сохранять как-то через усилия, через боль, безусловно. Либо, если это глубочайшая такая рана, вы можете идти на то, чтобы все-таки у вас есть основания, действительно, если ваш супруг готов создать другую, может быть, семью, а вас оставить. Действительно, может быть, вам нужно позаботиться о защите себя и своих детей. Но вот эти вопросы вам нужно будет решить с поддержкой, действительно, людей, которые могут поучаствовать сочувственно, с любовью, с миром сердца, со словом в вашей жизни. Такие моменты очень тяжело проходить одному и неправильно проходить одному, поэтому действительно нужен совет мудрых, нужно доверие. Оставаться вам в служении или нет, это вопрос церковного руководства, стратегии вашей церкви. Может быть, это напряжение для вас, наоборот, вам нужно отдохнуть, немножко побыть в молитве, в общении, выплакаться, выговориться сейчас. Поэтому мое такое небольшое дополнение, и еще раз, это действительно очень непростые ситуации, ситуации, которые Бог способен развернуть при должных усилиях с двух сторон, и в сердце супруги, и в сердце мужа. Господь дает нам свободную волю, свободный выбор, и, безусловно, Он обещает свое участие и взаимодействие с нашими сердцами и сердцами наших детей и близких. Субтитры создавал DimaTorzok